Вам не разрешают, с ним съемка запрещена. Вы видите, что в магазине все сихрешно. Я контролер. Контролер? Да. Который билеты проверяет? Да. Если человек с камерой, неадекватно, да? Да не надо меня снимать. Меня можно снимать только с моего разрешения. Вы нарушаете мое личное поставление. Я не разрешаю вам, да, меня снимать. Мы не переживаем за вашу будущее с вашей шею. Ребят, приветствую. У вас в чем проблема? Всем привет! Сегодня видео у нас фото запрет. На нас вызвали полицию за видеосъемку. Смотрите видео до конца и поддержите комментарием. Огромное спасибо моему зрителю Александру за помощь в материальной поддержке на ремонт компьютера. Делайте добро, и оно вам вернется. Не забываем подписываться на мой телеграм-канал по ссылке в описании. Приятного просмотра. Долгос, дом текстиля. Путитесь на частной территории. Здесь съемка разрешена только с согласованием администрации. Поэтому, когда вы согласуете с нашей администрацией разрешение на съемку, тогда, пожалуйста, приходите и снимайте. А как это может быть частной территорией? Это частный магазин. Это частная территория. Нет, но сюда же можно зайти обычному человеку? Обычному, пожалуйста. Значит, в рабочий день это общественное место, правильно? Видеосъемка с разрешения нашей администрации. Ну, Игорь же согласовался. Вам не пришло это сообщение? Может, на почту? Нет. Да, может, почту посмотреть. Не доверите его. Да он уже не возьмет сейчас трубку. Нам дал здание. На совещании. Вы вот как-то, я не знаю, вы меня не слышите? Не, ну снимать-то можно. Я просто не хочу с вами спорить, но по закону можно. А, все, мы клиенты. Все, давайте это быстро снимем. Ну, просто время, сами понимаете, тоже не казенные, а быстро. Что, мне тогда вот эти все полки, да? Ну, давай, ты вот эти, я вот тебе. Мне больше всего нравится. Я вас попрошу покинуть, пожалуйста, наш магазин. Да нам быстро доснять надо. Кто такой, Игорь? Мы не знаем. Кто такой Игорь? Ну, мы же объяснили заказчик. Ну, блин, заказчик, да. К вампираж, что ли, заходит с камерой? Ну, мы же не можем к вам силу применять. Мы же к вам не применяем силу. Ну, а зачем? Ну, и не надо. Алексей, вы не понимаете? Позови Алексея тогда, да. Давайте только без Алексея. Ладые люди? Да. Пожалуйста, пройдите на выход. Зачем? А почему снимаете? Ну, вы докошите, потом мчайте со мной, ладно? Пожалуйста, пройдите на выход. Ну, мы доснимем, да и пойдем. Нет, пожалуйста, пройдите на выход. Зачем, Алексей? Потому что вы не согласовали. А, не нужно согласовывать. Мы объяснили уже, что нам разрешено снимать. Кто, мы выпили? Вы хотели сказать о тебе без маски, а вы без маски сам, да? Давайте так, если мы что-то нарушаем, вы должны что сделать? Вызвать полицию, которая выпишет нам штраф, правильно? Если мы что-то нарушаем. Молодые люди. Ну мы не будем выключать, но время у нас тоже найдет. Вы понимаете, что не разрешается видеосъемка? Либо с разрешением от вышестоящего рука? У меня нет письма о том, что должны прийти и кто-то что-то снимает. Забыли про Игоря, да? Вот вы сказали, как клиенты, мы можем прийти и это поснимать. Давайте мы будем как клиенты. Нет. Вы же сами сказали, как клиенты. Не на видео, фотографию, пожалуйста, вы можете сделать фотографию вашего заинтересованного товара. Ну вот, давайте я пофотографирую отсюда. А видео у нас снимать не разрешается. Так видео быстрее, нам весь товар-то нужен. Мы дольше разговариваем. Вот именно. Покиньте магазин. Зачем? Я сейчас вызову Росгвард. Ну вызовите, просто вызовите и все. Мы успеем идти нам 5 минут-то буквально и все. Вам не разрешают, с ним съемка совпрещена. Ну можно по закону снимать. Зачем вы законно нарушаете права человека? Зачем нарушаете? Какой законно он нарушает? Самообразно называется. Знаете, такое? Законно. Ну это вот то же самое, я вас буду заставлять в своем магазине садитесь на бутылку. Вас никто не заставляет. У нас такие правила. Если вы хотите снимать в согласуте, пожалуйста, руководством с офисом. Назовите руководство сюда, пусть приезжает. Пожалуйста, горячие линии. Да не хотим никому звонить, у нас время нет. По закону можно снимать? Не так, не можем. Ладно, мы доснимаем. Пожалуйста, купите одеяло за миллион. Почему это одеяло? Мы сейчас с вами руждаем не о чем. А где за миллион покажите? Нет, я может у вас на буклетик куплю. Когда вы покажете миллион, тогда я вам покажу одеяло за... А, то есть вот так вот у вас в магазине. Нифига себе. Прикольно. Молодые люди, давайте не будем паясничать. Короны-то появились сразу. Если вас интересует товар... Нет, с нами можно разговаривать, если вы мне покажете 5 миллионов. Чего? Ну если вы покажете мне 5 миллионов в руке, тогда вы с нами можете разговаривать. Если нет, то вы даже не подходите близко. Понимаете, да? Я очень богатый человек, с вами нельзя общаться. Молодые люди, ценники, не нужно тоже снимать. Мы вызываем полицию. Ну, вызывайте. Молодой человек, вы сейчас что делаете? Вы прям в наглую делаете то, что в округе. Ну Игорь сказал подснять это все. Никакого Игоря мы не знаем. Ну это, ну мы знаем. Значит, пускай Игорь позвонит вам. Да, на совещании. Я же говорю, на совещании. Он в доме сидит там. Ну пускай он что, секретная информация какая-то? Секретная? Ну вы видите, в магазине все секретно. А что секретный, какой статус? Гриф какой? Не знаю никакого. Секретный, совершенно совершенно. Зачем вы? Если логически думать, это секретные подушки, что же? Нет, вы, да. Мы же не знаем, с какой целью вы это все делаете. Блин, нас спалили. Ладно, на самом деле мы из Госдепа приехали. Нам сказали, подушки такие же. Прекрасно. В России заснимите. Сами понимаете зачем. У которых гриф совершенно секретный. У подушек, видите, да? Это как-то. У нас теперь допуск есть гриф. И новому президенту Байдену отправить, по-моему, лично. Вроде так все говорит. Нет, этому. Хорошо, вы поясничаете, но как-то не то время, не то место. Мы доснимем и все? Нет. Да как нет-то? Никак. Вы зачем препятствуете? Я вам препятствую, вы препятствуете моей работе. Какой ваш работе? Моей работе. А вы кто? Я контролер. Контролер? Да. Который билеты проверяет? Да. А, мы безбилетные. Да. Я здесь сотрудник. Вы пришли, вы нарушаете общественные порядки. Даже не могу сказать, поваляетесь вот на кровати. Вы же нарушаете общественные порядки. В смысле, мы мы там не ругаемся? Нет. Вы снимаете. Я так правильно понимаю, если за миллион мы купим одеяло, вы нам дадите это снимать. Нет. Нет, вы пришли как клиенты. Самое лучшее обслуживание в России. Заходите в магазин мебели и текстиля. Как ваш дом называется? Текстильный дом? Мы пришли, не знаете, куда пришли. Мы уже знаете, вам дали задание, мы даже не знаем. Мы уж наркоманы, мы камеры нашли на лавочке, заходим, просто ержем. Да, ну похоже, что вот так себя ведет нехорошо. Да что нехорошего-то? Все нехорошо. Вам же объяснили, почему вы все равно... Так, подождите, а вы со мной здесь порообщаетесь? У вас 5 миллионов есть? Да я не хочу с вами общаться. Пройдите на выхки все, мы с вами... Там же выживали уже кого-то там, не знаю. Так что сейчас вас возьмут с полицей. Ну давай, да, да, сними. Нет, вы не дожди, камер наблюдения, то сними. Расположение? Ну да. Тем более нельзя расположение камер наблюдения снимать. Проходите на выхки, пожалуйста. Да не пойдем на выхки. Зачем вы меня толкаете? Я вас не толкаю. Вы понимаете, вы взрослые люди, я ведете себя как... Так нет, вы же вызвали, пусть они вам объяснят, что можно снимать и все. Не надо мне препятствовать. То я вам не препятствую. Я вас вообще не трогал. Я тоже вас не трогаю. И уважительно с вами общаюсь. Я тоже с вами уважительно общаюсь. И прошу покинуть, да и все. Почему я? Я особенный что ли? Нас двое. У вас двое. Или вы к одному хотите? Обычные люди, когда им говорят, они понимают. Ну мы необычные, значит. Значит, мы необычные. Говорим, что вы неадекватные. А почему неадекватные? Потому что видеть сегодня неадекватные. Если человек с камерой неадекватный, да? Ну что, мы так и будем с вами, как маленькие дети. Да вы же ждете уже Росгвардию. Ну, конечно, ждем. Сейчас приедут, не переживай. Они нам разрешат поснимать. Они будут нам камеру держать еще. Хорошо. Потому что наша Росгвардия приедет. Понятно. А ты, Игоря, они 100% у нас знают. Понятно. Ладно, снимаем пока я это, отвлекаю. А вот это только я послал. Нет, это вообще какой-то маразм. Вы чуть вы как раз оградываетесь. Все, вы как раз здесь. Пожалуйста, берите свою камеру и покиньте ее в Миши. Вы сказали, нам можно снимать, если мы клиенты. Вот я как клиент. Вы как клиент можете снимать на телефон фото. Ничего не разного. Мы жили, с двух сторон зашли. Правильно. Там же, как синий, как классно. Что там происходит? Они так быстро не приедут, наверное. Первый раз просто такой случай, чтобы вызывали Росгвардию. Да, они пошутили. Я точно знаю, что вы никого не вызывали просто. А, вы над нами пранк устраиваете? Да, они типа, ну, типа, что Макс и души. Дайте нам, вот, да, сниму тут ряд и все. Вам что сказали? Ну, если будет разрешение, ради Бога. Вы на прилавок и можете ходить сколько угодно. Не надо меня снимать. Как это? Потому что... А вы меня рукой не трогайте. Меня можно снимать только с моего разрешения. Вы нарушаете мое личное пространство. Я не разрешаю вам, да, меня снимать. Так вы сами в кадр лезете. Вы нарушаете, вы нарушаете, вы снимаете меня без моего разрешения. Я вам объясню, я стоит камера, смотрят в одну сторону. Вы в нее сами прыгаете вот так. Нет, вы находитесь на нашей территории. На какой на вашей? Когда я приду к вам домой, и вы скажете, вот вы зашли, поэтому я вас снимаю. А на телефон можно, да, снимать? Нет. Нельзя. Так вы же сказали, на телефон можно. С разрешения. Можно телефон снимать? С разрешения. Ну, я спрашиваю, разрешаю. Приличные люди приходят и говорят, можно мы сделаем фотографию? А, и в ноги кланяться, наверное. Нет, не надо кланяться в ноги. Но как минимум надо спросить разрешения. Я к вам домой не прихожу, и не свою камеру. Я не к вам домой пришел. Вы здесь прописан кто-нибудь? А при чем здесь регистрация? Вы находитесь на частной территории. Это не частная территория. Это собственность. В рабочее время частная территория становится общественным местом, если вы не знали, в график работа. У вас какой режим работы? В 9 до 9? Вы находитесь на частной территории. Я пришел вещи поснимать, которые меня заставили. Кто вас заставил? Под дулом пистолета, Игорь. Кто вас заставил? Ну, он нас привез на машине, сказал, если вы не снимете, то все. Ну, это ваши проблемы. Это ваши проблемы, это не наши проблемы. Будет на два человека меньше. Спасибо. Нет, вы не переживаете за наше будущее, что ли? Мы не переживаем за ваше будущее совершенно. Спасибо. Мы переживаем за свое будущее. На самом деле Навальный, Навальный 17 числа приезжает, он сказал купить ему шторы. Потому что его в СИЗО забирают, а в СИЗО штор нет, понимаете, да? Да. Пускай приходит. Навальный? Он будет очень рад. Я думаю, вы прекрасно знаете. Нет. Это наш президент. Да что вы. Ваш? Ваш. Ваш супер. Я вас поздравляю. Все, пожалуйста. Почему? Нет, я забыл отказать, что ли? Я вам отказываю. Прекрасно. Я вам отказываю. Вы не в нашем курсе. У нас личное пространство какое-то есть. Навык пройдите. Сделайте ему отмену, чтобы он отменил этот приказ. То есть у него в голове одна какая-то фраза. На выход, на выход. Скажите отмену, Алексей, и все. Я вам сейчас сделаю отмену. Алексей, вам сделали отмену. Все, можно его не трогать. Пожалуйста, вы можете пойти в полицию, написать заявление на наше самоуправство. Вы имеете полное право. Ну покиньте, пожалуйста, территорию. Ну да, времени нет. Мы к вам не пристаем, вы к нам пристаете. Вот вы к нам пристаете, не мы к вам. Не мы к вам пристаем, а вы к нам пристаете. Вот, видите, что происходит. Зачем путь преграждатель? Вы камеры уберите. А, так это значит, что у камеры боитесь. Это вроде не пистолет, не стреляет камера. Кто знает. Кто знает? Я не знаю, для чего вы знаете. Она душу не ворует. Я не знаю характера вашей съемки. Я скажу, для чего. Характер. Мы похищаем душу с помощью видеокамеры. Вот тем более. Мы хотим сделать обряд. Тем более. Вот, обряд. Нет, обряд. Мы соберем фотографии, запрещал. Не надо просто за скорую вызывать уже все. Все, вот, произошло. Здравствуйте. Здравствуйте. Пытаемся полчаса уговорить людей, не снимаясь в салоне. Ага. И покинуть помещение. Так, понял. Ребят, приветствую. У вас в чем проблема? У вас. Вы какой-то шоу? У нас нет проблем. А вы кто? Можете представиться? Да, конечно. Сержант полиции Краснославодсова Исаф Николаевич. У МВД по Пресенскому району. Ага. У нас проблем нет. Мы всегда нашел это. Кто хочет стать миллионером, мы хотим, опрашиваем людей. Да. Типа, ну, хотят они, типа, миллион получить за сухой, за... за подушку, что ли, или за одеяло, да? Так. Нет, здесь кренитика. Так, ну, слушай, вот сейчас по очереди, хорошо. Я жучу, на самом деле. Не знаю, нам просто запрещают снимать. Ну, смотрите, это является общественным местом. У вас как зовут? Елена, правильно? Да. Елена, это является... А на каком основании вы снимать и не запрещаете? Потому что они не представились, они не показались, какой целью они все это снимают. Вы им тоже не представились. Вы зашли, не покланились им? Нет. Давайте за анапа попробуем. Мы сейчас сгоримся. А, господа, давайте. Хорошо. Они не представились, не объяснили, с какой целью они снимают, для чего. Поэтому я у них запросила, для чего вы это делаете. Они устроили, выключите свой телефон, пожалуйста. Я сказала, вы можете мне снимать только с моего разрешения. Сейчас, разрешите, я вас перебью. А на то, что они снимают, вам какое-то пояснение дали на основании чего, для чего, почему? Нет. Я связалась со своей службой безопасности, мне сказали, что нельзя этого делать. Ну, Елена, на самом деле... Без согласования этого делать нельзя. Так, я вас... Нет, смотрите, на самом деле мы сказали, что мы хотим подснять эту продукцию. Видеокамер. Продукцию здесь. Вот, на что работник сказал, ну, вы можете... По заявке какого-то Игоря господина. Кто такой Игорь господин, мы не знаем. Что-то салон, может, мне что-то понравится, да, типа. Мы думаем, ну, пока здесь выведем, да, и зайдем поснимать. Ну, вот, Елена говорит, вы можете снимать, почему-то товар только, вот, как-то, я не знаю, как вот, подходить к нему вот так вот фотографировать, а вот так вы не можете. Нет, они сказали, миллион рублей, если вы им дадите, тогда можно. А, ну, я тогда тоже говорила, да. Смотрите, здесь просто такие царицы работают, здесь нужно прийти покланяться, показать то, что у вас есть миллион рублей, тогда они вам разрешат съемку. А мы пришли просто приснимать видео. Нужно прийти и согласовать. Елена сказала, что если мы что-то купим за миллион рублей, то можно нам снимать. Так, теперь смотрите. Сейчас, одну минутку. Это цирк, мне уже, честно говоря, надо идти. Елена, по-бачки раз, да? Владиславовна. Владиславовна, вот смотрите, молодые люди, да, возможно, являются потенциальными клиентами вашего магазина, да? В соответствии с действующим российским законодательством они имеют право... Ну, собирать информацию. Собирать и документировать информацию любым доступным для них способом, который не выходит за рамки действующего российского законодательства. В данном случае действия молодых людей у нас не подпадают под какие-то противоправные деяния, фото-видеосъемка не попадают. Соответственно, ни вы, ни мы запретить им не можем. Фото-видеосъемку в вашем салоне. Если вы считаете, что ваши гражданские права нарушены, вас снимают лично, и если вы против этого, вы можете написать об этом заявление и обратиться в федеральный суд для восстановления ваших гражданских прав. Я, наверное, так и поступлю. Я не против. Ну, нам нужно, наверное, какие-то данные установочные молодых людей, чтобы обратиться... Да, нам никто установочные данные молодых людей не даст, мы тем более не дадим. Мы-то их узнаем в любом случае, да? Вот. И будем, соответственно, отписывать по сообщению службы 112 или как... Кнопка нажимали, да? Да. Да, у вас, кстати, почему она привязана, эта кнопка? Какая организация обслуживает? Ну, вообще, Росгвардия. Росгвардия. Да вам никто не обязан объяснять. Ну, так и почему? Люди собирают информацию для себя, понимаете? А вдруг я завтра появлюсь где-нибудь на порно-сайте, мое лицо... Вот поэтому есть федеральный суд. И если вы где-то появитесь, вы можете обратиться в федеральный суд и подать на этих людей заявление в суд. А, ну да, вроде, нарушения-то нету никакого, еще же оно не произошло. Вот, если себя увидите, то можете обращаться. А если завтра будет война? Мы даже не знаем, как вы зовут. Лисия Анатольевна, я уже узнал. Пока. Это документально не подтверждено. Но сейчас мы этим и займемся. Нет, вы не пойдете. Потому что не пойдете. Прекрасно, но ваша служба безопасности не отталкивается от федеральных законов, которые только что вам объясняли, понимаете? То, что у вас вот наклейка, мне девушка сказала, висит по-запрещению, понимаете, запрещено. А где наклейка? Это просто наклейка. Это ваши внутренние рекомендации, понимаете? Для персонала. Вы можете персоналу запретить снимать это. Это ваши внутренние. Не надо на меня направлять камеру. Я иду за вами, за спиной. А вы на меня направляйте камеру. Хорошо, не подходите ко мне. Вот вы специально в кадр лезете. Зачем? Что за цирк? Детский сад. Вам даже полиция объяснила. Да мне, знаете, вот у меня свой внутренний распорядок. Я подчиняюсь... А, свои законы, своя конституция. Я подчиняюсь регламенту компании. А при чем, если регламент компании вас заставляет нарушать закон? Вы же будете нарушать закон? Я подчиняюсь регламенту компании. Посмотрите, я вот свои данные не хочу отдавать. Не хочу. Оснований для этого нет. Оснований нет. Напишет заявление, на основании заявления могу дать. А так нет. Ради бога, я не против. Все, без проблем. Пусть писать будете заявление? Я буду писать заявление на кого? На месте пишите заявление. Или езжайте в отдел. Не, я напишу заявление, но я на кого должна писать, если он не желает предоставлять заявление. Нам, он предоставится после договора, к нам поступит от вас заявление. Нам это важно. Люди ждут. Либо они уезжают, либо не уезжают. Вы вызывали сотрудника полиции? Да, я вызывала сотрудника. Вы вызывали. Если мне руководство скажет, пиши заявление, значит я пойду завтра в отделение милиции и напишу заявление. Свидание тогда. Ох, это жесть. Ребят, полиция сверхадекватная. Ставим им лайки просто. Со мной Борис Иванов. Все, подписываемся на канал. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok